Вы наверняка слышали различное нытьё по поводу того, что хитбоксы в CSGO не соответствуют размерам модели игроков, что модельки нечитабельны и сливаются с фоном на различных картах, разные части меша выдают позицию и всё в таком духе. Кипиш такой поднимался, когда ввели агентов ещё в 2019 году. Многие жаловались и вроде как разработчики предприняли какую-то попытку исправить некоторые проблемы, добавив добровольное включение контраста игроков в настройках игры. Но как оказалось, есть ещё одна довольно важная проблема, о которой хотел бы рассказать в этом видео. Речь пойдёт о хитбоксах и о том, что у разных скинов на агентов они разные. Привет, меня зовут Ансимист и в этом видео вы узнаете, что такое хитбоксы, как они устроены в CSGO, почему они разные и у каких агентов хитбокс головы меньше, а у каких больше. Ну что же, начнём с того, что такое хитбокс. Хитбокс это такая скрытая от игрока область, которая необходима для того, чтобы быстро просчитывать различные столкновения с этой самой областью. Задается такая область формулой с несколькими параметрами в зависимости от необходимой формы. Например, в 2D игре хитбоксом бы являлся прямоугольник, который прикреплён к игроку или противнику. В случае с 3D хитбоксом может быть параллелепипед или капсула. Но одним хитбоксом не обойтись, ведь моделька может иметь довольно сложную форму. Поэтому это уже не один хитбокс, а набор из нескольких, где каждый прикреплён к различным частям модели, и в зависимости от важности этой части, множитель урона у хитбокса может отличаться. Попадание по хитбоксу в нашем шутере происходит моментально. Хоть и игра может демонстрировать нам какой-то эффект полёта пули, при выстреле пускается луч, и если этот луч попадает в хитбокс, то засчитывается урон по цели. Думаю, вы и так об этом всё знаете, и нет смысла углубляться дальше. Лучше разберёмся, как устроены хитбоксы в самих моделях Counter-Strike. Чтобы это узнать, достаточно декомпилировать модель игрока и посмотреть QC-файл, который является конфигурационным файлом для компиляции игровой модели. В этом файле можно найти область, где прописаны хитбоксы. Давайте детально разберём одну из строчек. Вначале задаётся группа, которой будет принадлежать хитбокс. Это может быть голова, тело, левая рука, правая нога и так далее. Множитель урона также задаётся за счёт этой группы. Потом идёт имя нашей кости скелета, к которой будет прикреплён хитбокс. В нашем случае это голова. Далее можно увидеть различные цифры. Первые три являются координатами минимальной точки. Следующие – координаты максимальной точки. А это градусы поворота. Последняя цифра является некоторым радиусом, по которому хитбокс рисуется. Раньше, чтобы задать хитбокс, хватало двух значений – минимальной и максимальной точки, за счёт которых рисовалась коробка относительно указанной кости. Но после обновления в 2015 году появился ещё один параметр, который является радиусом. Теперь хитбоксы могут быть не только параллелепипедами, но и капсулами. Кстати, не все хитбоксы превратили в сосиски. Руки и ноги остались прежними, так как в их значении радиуса прописано отрицательное число, что при компиляции не даёт хитбоксу превращаться в капсулу. Вот так вот устроены хитбоксы в моделях Counter-Strike. Я всегда считал, что хитбоксы у моделей игроков одинаковые. Но делая карту для предыдущего видео, в котором голова меняется каждый раунд, я решил взять две модели разных фракций и сравнить их. При сравнении параметров сразу было заметно некоторое несходство в голове и шее. И чтобы убедиться наверняка, что эти хитбоксы действительно не одинаковые, я решил рассчитать их объём. Если рассмотреть капсулу более внимательно, то можно понять, что она состоит из цилиндра и сферы. Вычислив объёмы цилиндра и сферы, а затем сложив их, мы получим объём хитбокса. Получается, чтобы рассчитать объём хитбокса головы, нам нужен радиус, который у нас уже есть, и высота цилиндра, который вычисляется за счёт минимальной и максимальной точки. Подставляем цифры формулы и получаем объём. У первой модели он составляет 575,01 юнитов кубических, а у второй 478,7 юнитов кубических, получается хитбокс головы второй модели на 96,31 юнитов меньше первой, или на 16,75%, то есть практически на одну шестую. Эта цифра также подкрепляется наглядно. Если мы вставим эти два хитбокса головы в одну модель, и рассмотрим их с помощью SDK Model Viver, то сразу заметим разницу в их размере. Я до конца не верил, что такое вообще возможно, и начал предполагать, что есть какие-то системные хитбоксы, которые не зависят от прописанных QC хитбоксов и являются одинаковыми для всех моделей, но, к сожалению, это не так. Проверить это можно прямо в игре с помощью команды Special Lock Compensation, которая отрисовывает хитбоксы при выстреле. Вот так вот хитбоксы выглядят у обычной модели, а вот так выглядят, если мы увеличим радиус капсулы головы. Это подтверждает, что у каждой модели свои собственные хитбоксы, и сама игра их не устанавливает. Ещё я сделал другой эксперимент, в котором я, прицелившись в голову, стрелял и одновременно менял модели с максимальным и минимальным хитбоксом головы. Как видите, с одной модели я попадаю в голову, а с другой нет. Возможно, этого можно было бы избежать, благодаря файлам с анимациями, которые подключены к каждой модели, и в них прописаны одни и те же хитбоксы. Но непонятно, почему эти хитбоксы не учитываются. Я написал небольшую программку, с помощью которой вычислил объём всех хитбоксов у всех декомпилированных моделей. Программа проходится по каждому QC файлу и рассчитывает объём. В результате выдаёт список. В этом списке не учитываются модели хэвиков и модели игроков из Danger Zone. Для большего удобства я составил XL таблицу на основе этих вычислений. Ссылка на таблицу есть в описании. По данным этой таблицы можно определить, какие агенты имеют наименьший хитбокс от максимального объёма. Максимальный объём хитбокса головы составляет 575,01 юнитов кубических. Минимальный 478,7. Точка отчёта в данной таблице являются модели сасовцев, так как у них самый худший показатель объёма. А самый лучший показатель имеют профессионалы. У них хитбокс головы меньше, чем у сасовцев, на 16,75%. Значения столбцов помечены цветом градиента, от зелёного до красного, то есть от лучшего к худшему. Для наглядности, чтобы вы понимали, на что обращать внимание. Наверное, вы сразу заметили, что некоторые значения повторяются. Это всё потому, что разработчики используют одни и те же хитбоксы в определённых фракциях. По приписке в названии модели это также заметно. Так как нас интересуют агенты с торговой площадки, то мы можем с помощью фильтра выбрать только их. Давайте теперь разберёмся, от каких агентов лучше отказаться и на каких стоит обратить внимание. На первом месте за сторону террористов находятся профессионалы. Как уже говорил сранее, они имеют минимальный объём хитбокса головы. А за сторону контртеррористов — ФБРовцы. Хоть у них и голова чуть больше, чем у профессионалов, они являются лучшими за данную сторону. На втором месте за терров располагаются Фениксы и Балканы. У них не такие уж хорошие показатели, как за КТшников, к которым относится национальная жандармэрия, сватовцы, боевые пловцы и морские котики. Довольно обширный выбор. Ну и третье место. Больше всего агентов с большим хитбоксом головы — у террористов. Сюда входят партизаны и элитный отряд. А за противоположную сторону — только два агента подразделения САС. Вот такие вот дела. На всякий случай еще раз напомню, что этот процент идет от самого большого объема хитбокса головы. А самый большой объем — у САСовцев. Вот что еще у них и самое большое, так это шея. Она на 27% больше, чем у других агентов. Из этого можно сделать вывод, что все подразделение САС является самым худшим выбором для игры. Вот вам еще интересная информация на случай, если у вас нет скинов на агентов, и вы не планируете их приобретать. В этом же документе вы можете переключиться на другой лист и увидеть рейтинг карт. Думаю, всем известно, что к каждой карте за каждую сторону присваивается определенное подразделение. Результаты данной таблицы формируются за счет показателей объема головы фракций, которые принадлежат каждой карте. Не будем учитывать, на каких картах происходит перевес, а только определим лучшие и худшие. Получается, лучшими картами являются Вертига, Эдженси и Бридж. Этим картам принадлежат фракции ФБР и профессионалы. То есть это значит, что вы будете играть практически на равных условиях за каждую сторону против игроков, которые имеют покупных агентов. А вот худшей картой оказалась Мираж, на котором каждая сторона имеет наибольшие хитбоксы головы. Может на популярность Миража еще и влияет как раз таки то, что там у всех голова больше и всем проще попадать друг в друга. Давайте уточним, с какого момента это все происходит. В текущей версии игры есть старые модели игроков до 2015 года. Я прогнал их через свою программу и выяснил, что у всех одинаковые хитбоксы. Теперь давайте скачаем старую версию CSGO после обновления 2015 года и просканируем обновленные модели. Что же мы видим? Тут уже не сасовцы, а литовцы имеют большую голову. То есть было какое-то обновление, которое уменьшило хитбоксы головой литовцем на 13 единиц. Все остальные размеры хитбоксов у модели остались прежними. Значит ошибка это никак быть не может. И делалось это все намеренно. Если вы обычный игрок, то можете просто забить на эту информацию. Но если вы заинтересованы в том, чтобы иметь какое-то преимущество перед противником, то при выборе скинов на агентов теперь нужно учитывать не только его камуфляж и габариты, но еще и размеры самих хитбоксов. Какой вообще можно сделать вывод из всего этого? Хитбокс с головой модели игроков отличается. Это факт. И длится это уже 7 лет. 16,75% Разница в одну шестую. Довольно серьезная цифра для игры, которая является соревновательной, и в которой важна точность стрельбы по голове. Получается такой типа pay to win. Обладая агентом из первого места, вы зачастую будете иметь небольшое преимущество перед другими игроками, так как ваша голова будет меньше. Если разработчики захотят исправить этот косяк, то им тогда придется обновить все модели игроков, прийти к какому-то одному набору хитбоксов, и чтобы было все по красоте, подогнать меш у модели под эти хитбоксы. А еще было бы хорошо, если бы сами хитбоксы головы специально сделали больше, чем меш у модели. Конечно, остаются другие изъяны, например, здоровенные каски, по которым не проходит урон, и это вызывает дискомфорт. Хотя такого рода моменты можно свести на визуальный дисбаланс, а не технический. Является ли такая разбежка в размере серьезной проблемой, решать вам. Не знаю даже, насколько она серьезная. Влияние этой разницы в размерах довольно сложно проверить на деле. Но все-таки, может быть в моментах, когда вы промахивались, причина была не в том, что у вас высокий пинг, низкий тикрейт, или плохие тиммейты, а в том, что у противника просто... голова была меньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!